всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад такой знаете он какой-то достаточно неопределенный ваше сегодня какое оно и просто захотелось посмотреть потоки что происходит у вас именно в моменте именно сейчас то что вы проживаете посмотрим нет готовых вопросов посмотрим для каждой позиции все что карты захотят показать позиции вы видите все как обычно давайте приступим итак позиция номер один голубенький камешек ваша сегодня какое оно ваша сегодня наполнена страхами наполнена переживаниями расстройствами волнениями девятка ключей это карта знаете таких моментов когда мы погружаемся вглубь себя и если мы достаточно расстроены либо находимся не в очень приятных состояниях что-то нас тревожит когда мы обращаем свой взор внутрь то мы видим свое какое-то несовершенство это нас удручает дальше начинается накручивание и неожиданно мир принимает темные оттенки так вот сейчас такое состояние когда страшно то ли страшно за свое будущее то ли страшно за свое настоящее возможно здесь есть и чувство вины либо какое-то вы знаете несостоятельность своего прошлого либо что-то что однозначно не приносит радости девятка мечей такая достаточно эмоциональная карта хоть она и мечевая и это связано с нашими мыслями которые нас посещают и они такие достаточно негативные на данный момент с чем это связано это состояние но здесь это может быть связано непосредственно с людьми может быть также с какими-то вашими результатами да то есть тройка кубков она показывает праздник праздник первых первых каких-то результатов да то есть чисто теоретически это такая позитивная карта но знаете вот это выражение покажи мне кто твой друг да я скажу кто ты вот здесь примерно то же самое но не в плане друзей а в плане именно окружения тех людей которые вас окружают что-то здесь такое произошло что вот нету какой-то радости что ли нету какого-то удовлетворения в общем здесь не не совсем такое позитивное состояние может быть я вас словила в такой момент не знаю что еще происходит ну это связано как раз таки с финансовым аспектом вот не получаете тех результатов которые хотели бы либо они слишком слишком мелкие потому что пятерка педакли хоть и карта кризисов до которой мы проживаем но она не случайно называется карта духовной нищеты это когда человек внутри себя не ощущает именно состоятельным да в принципе может быть такое что это как-то связано с вашими финансами не исключено но не же все-таки рассматриваю больше с точки зрения состояния энергетики так вот здесь энергия по пятерке педакли она говорит о том внутреннем кризисе человека когда уже что-то не удовлетворяет из того что было ранее пятерка педакли здесь показывает человека который вкладывается больше чем если чем его оппонент то есть второй стороной это может быть мир это могут быть люди это может быть один как урок какой-то конкретный человек это может быть не только люди но это может быть какой-то предмет это какая-то ситуация это может быть все что угодно что разделяется на вы и что-то другое поэтому ощущение того что вы как-то вкладываетесь в это другое но не получаете найти вот душевного какого-то удовлетворения нету душевные наполненности отсюда вот это вот не считание не считав состоянии в состоянии отсутствия наполненности удовлетворения также по пятерке педакли иногда проходит болезнь не да то есть это помимо кризиса состояние но мне такое ощущение что это вот как будто бы временное здесь состояние показывает а это не не какая-то ситуация здесь скорее всего ну бывают такие моменты да вот мы просыпаемся нету настроением причин в принципе каких-то особых нету ну то есть даже если они есть то решить эту задачу как-то можно но здесь такого тупаческий настрой не он как-то связан с вашими деньгами но здесь отсутствие сил здесь истощение произошло то ли вы вкладывались по что-то очень много и как будто бы слили свою энергию то ли отдали намного больше чем получили мне интересно здесь какие-то страхи да по дьяволу здесь действительно у вас проходит страхи знаете страхи за жизнь страхи выживания страхи именно физического такого плана до каких какого-то бытового такого аспекта но здесь как будто бы проверки идут да причем это страхи они не то чтобы они совсем то надуманные но они как будто вы знаете на перспективу то есть не то что здесь в моменте мне страшно а здесь как будто бы я боюсь за свое будущее но здесь страхи и проверки которые у вас проходит они проходят однозначно связаны либо с финансами либо с профессиональной сферой здесь вот знаете как будто бы вас проверяют насколько вы можете ну вот то дело которым вы занимаетесь да насколько она действительно вам любимое будете ли вы им заниматься тогда когда у вас не будет денег да то есть здесь вот как будто бы какие-то но такого рода проверки то есть когда я тебе ничего не плачу за твои услуги будешь ли ты дальше оттачивать свое мастерство будешь ли ты дальше продолжать здесь как будто бы насколько ты веришь в то дело которым ты занимаешься насколько ты действительно профессионал здесь человека как будто бы проверяет на помогу видите здесь есть еще такое знаете ощущение как будто бы ситуация сейчас она дает вам возможность определиться своими желаниями то есть во что вы готовы вкладываться как будто бы вот какой-то пересмотр видео до пересмотр своих желаний нужно мне или нет здесь такое чувство что вот как будто бы вы работаете 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 а а потом вас ну и говорю как проверка здесь идет проверяют и спрашивают а тебе это действительно надо то есть ну это твой выбор это твое желание либо ты здесь работаешь по привычки что еще вы сейчас проживаетесь какая-то знаете цикличность ситуации я не вижу чтобы здесь была какая-то определенность и вот это скорее всего у вас и гнетет то есть нету ясности четкости какого-то знаете внутреннего успокоения в душе есть какая-то периодичность знаете вот как будто вы загораетесь где-то на энтузиазме начинаете работать потом какое-то время запала не хватает и вы перегораете потом опять какое-то время находитесь вот немножко в апатичном состоянии до очередного хочется сказать всплеска гормон то есть здесь как кардиограмма да вот то вверх то вниз то вверх то вниз и какая-то цикличность здесь это связано с вашими какими-то новыми начинаниями и амбициями которые вы хотите реализовать и очень много думаете по этому поводу здесь знаете какие-то новые начинания вашей жизни происходит начинание которые хотели бы чтобы вас удовлетворяли хотели бы чтобы вас наполняли здесь есть какие-то мечты что-то новое в вашей жизни новое начало какое-то и не то чтобы вас вот это новое начало пугает а она как будто вы знаете неопределенное не ощущение того что какие-то новые энергии знаете когда внутри себя ощущаешь что вот что-то новое уже случилось а смотришь по сторонам и не видишь этого результата то есть внутрь ты ощущаешь какое-то рождение зарождение скорее всего чего-то а во внешнем мире вроде бы ничего и не происходит и ты начинаешь как будто бы сомневаться в самом себе что а действительно ли то что ты ощущаешь это так либо это что-то на придумано придуманное тобой надуманное что еще если еще что то что происходит сейчас в вашей жизни повешенные остановка остановка дайте остановка перед каким-то новым началом аркан солнца вышел перед каким-то новым начинанием перед какими-то вот моментами знаете как фильмах спрашивают в католических свадьбах на католических свадьбах готов ли ты взять и там согласен ли ты взять в жены там даму вот эту даму в том женщина то же самое спрашивают знаете как проверочный этап вот здесь вот у вас сейчас такое затишье не перед бурей а я бы сказала наоборот перед восходом солнца такая знаете вот первое первое зорька что вот только лучше должен восходом пробиться и вот прям перед самым таким восходом всегда наступает тишина и и какая-то вот знаете это чтобы темнота а пауза вот я бы сказала какая-то пауза вот в вашей жизни сейчас эта пауза и поскольку эта пауза происходит она вам не ва в ней некомфортно вам в ней непонятно и отсюда вот появляются вот эти вот страхи сомнения неуверенность волнение переживания какие-то но больше это связано с профессиональной сферой такое ощущение что не совсем понимаете куда идти что мне делать как мне быть вот такая вот у меня была для вас первая позиция не хочу делать длинный расклад просто захотелось сделать коротенький так позиция номер два красный камешек что сейчас у вас двойки происходит императрица иерафант вы замуж выходите да либо женится кто-то либо замуж выходит потому что императрица это все-таки статус иерафант он у нас тоже говорит о традициях о семейности о духовности здесь как будто бы знаете вы стремитесь именно к статусу именно как будто бы знаете вот работаете что ли на тем чтобы стать императрица такой независимый интересный статусной значимой важной личностью кто-то действительно здесь брак заключает скорее всего вы выходите из своего отшельника да да из того состояния когда долгое время не холодно было ничего такого знаете особенного не происходило очень много мысли было размышления поисков здесь ощущение того что вот у вас сейчас происходит какая-то весна действительно весна весна на дворе и весна вашей душе как будто бы знаете вот что-то такое приятное легкое расцветает как подснежники да вроде бы цветы но все еще снег присутствует вот здесь что-то такое и что-то такое приятное какой-то рассвет рассвет может быть кто-то ощущает себя в расцвете сил здесь вот состояние именно такое знаете весеннее запахами цветов птицы поют да вот первый снег не первый снег а лёд тает снег показывает да все начинает такое знаете журчание вроде бы слякостно еще нету солнышко вот здесь такое ощущение знаете слякости неприятное но уже какая-то вот как будто бы какие-то надежды у вас просыпаются здесь действительно весеннее пробуждение идет от каких-то мыслей от уединения от холода внутри внутри вас самих то куда вы идете достаточно такой болезненный для вас путь не совсем приятный потому что по пятерке мечей знаете вы как будто бы внутри себя преодолеваете боль агрессию какие-то не очень приятные эмоции негативно окрашенные для чего для того чтобы знаете как то вот вас закалило что ли и вы стали более уверены в себе более решительный более открытый общительный да перемена здесь у вас произошла трансформация произошла либо вы ее сами запустили либо вы к ней идете на самом деле сейчас действительно такой переходный этап для вас когда есть какой-то груз ноша тяжелая вот и вот этому всему должно прийти и должен прийти конец должно прийти завершение и вот вы как будто бы вот то что я сказала да слякость грязь не случайно потому что этот образ ассоциации то есть вроде бы есть уже подснежники да что как символ чистоты пробуждения да чего-то такого нового но все равно еще вот это вот как осадок да вот это вот грязь она остается будьте внимательны здесь у кого-то простуда идет насморк вот здесь примерно про это а вообще период сейчас для вас это вот переходного такого этапа да что-то что-то новое что-то новое входит в вашу жизнь новые какие-то эмоции удовольствие наслаждение может быть для кого-то действительно новый человек появляется в вашей жизни такой знаете стабильный стабильный надежный уверенный человек достаточно приземленный человек который понимает что такое забота что такое быт такой знаете человек реалист достаточной степени но при этом человек которому не чуждо наслаждение удовольствие по жизни либо вы сейчас стремитесь именно к такому состоянию да чтобы иметь какую-то вот почву под ногами достаточно стабильную поле что-то такое реальное не в облаках витать как обычно двойки у меня летали а здесь как будто бы что-то произошло и вы стали достаточно плотно либо постараетесь да стоять на на ногах более уверенно как-то здесь как-то связано с материальным аспектом здесь какая-то вот усталость грусть происходит что внутри вот внутри нет успокоения внутри нету еще гармонии и баланса где-то внутри себя вы еще с чем-то боретесь но это вот какое-то вот последнее остаточное явление вашей трансформации в большей степени здесь процентов на 70 я вижу что уже вы пошли в новое но еще как будто бы знаете вот что-то что-то доделывается но это уже не в ваше в вашем влиянии вы уже на это повлиять не можете как будто бы процесс уже пошел запустился и его уже не остановить но он должен прийти к завершению к логическому завершению здесь весна поздравляю вас двойки весна у вас рассвет новый рассвет что-то новое хорошее войдет в вашу жизнь так позиция номер 3 зелененький камешек тройки что у вас здесь происходит тройки что у вас здесь происходит твой великих аркана аркан влюбленных и аркан причем двойственный и аркан справедливости здесь такой момент как будто бы вы что-то рассматриваете в своей жизни знаете вот разные точки зрения разные мнения здесь есть большой ассортимент и вот вы как будто бы выбираете выбираете для того чтобы как-то определиться здесь не выбор между двух вещей здесь как будто бы знаете как очень большой большой выбор предложения да то есть здесь очень много предложений и человек вот как будто бы идет по базару да и везде продают яблоки вот он проходит напротив каждого торговца и начинает рассматривать яблоки где-то ему не подходит вкус где-то цвет где-то размер где-то еще что-то то есть вот такой большой ассортимент того что вам нужно выбрать вот вы здесь как будто бы определяетесь 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 что-то пересматриваете где-то определяете сделаете анализ ситуации либо каких-то вещей прежде чем примите решение здесь вы стоите перед каким-то серьезным очень важным решением что это за решение что у меня все с деньгами сегодня связано ну здесь могут проходить либо финансовые моменты аспекты либо здесь именно для кого-то становление вас как личности а для кого-то здесь может проходить и семейный вопрос знаете как будто бы кто-то определяется своим местом своим статусом со своим статусом со своим местом именно в семейные ячейки то есть занимать или нет о чем здесь да здесь может быть кто-то определяется знаете если речь идет о личных касается отношений как будто бы человек определяется оставлять ему прошлое позади и двигаться дальше или нет кто-то как будто бы знаете возврат что-то из прошлого идет и человек определяется давать там второй шанс или нет стоит ли развивать заново какую-то ситуацию или нет если не касается личных отношений то здесь человек как будто бы вы не делаете здесь не про анализ из прошлого а здесь как будто бы как как запустить какой-то момент развития движения в ваших вашем эмоциональном аспекте вот вы сейчас как будто бы внутри себя примеряете здесь завершается какой-то большой большой этап вашей жизни очень важный очень значимый для кого-то это имеет отношение с семьей а для кого-то здесь имеет отношение вообще завершение большого цикла вашей жизни и вы как будто бы вас призывают к принятию серьезного решения здесь несколько карт справедливость высший суд аркан влюбленных двойка мечей все говорит о том что вот вы как будто бы должны принять решение либо это связано еще раз скажу с семьей но здесь много разных аспектов потому что смотрите у меня выпадает император выпадал там король кубков то есть это так или иначе либо это связано с мужчиной если мы смотрим на фигурные арканы как людей либо опять-таки с принятием решением с более каким-то ответственным решением в плане профессиональной деятельности потому что император это может иметь какое-то отношение к самозанятости то есть это бизнесмены люди которые работают сами на себя то есть это может касаться и профессиональной сферы еще одна четверка да дальнейшего движения причем не просто куда-то двигаться а вы хотите двигаться к какой-то стабильности но здесь однозначно для кого-то семья личные отношения проигрываются то есть человек хочет двигаться знаете как будто бы определяется с тем какую семью я хочу создать каких если это просто отношения каких отношений если не официально например брака просто с жить с кем-то то как я буду взаимодействовать с этим человеком да как мы будем совместно жить здесь дальнейший путь совместный дальнейший путь если опять скажу не личные отношения то здесь именно связано с вашей личностью как таковой да как собрать себя по по частям как себя выстроить для того чтобы знаете вот хочется сказать нести нести себя с гордостью по жизни дальше здесь очень много пендакли либо великие арканы либо пендакли выпадают это может быть связано как с ценностью так и с финансовым аспектом который вас тревожит опять-таки двойка жезлов двойственный аркан умеренность тоже про про баланс ну вот в данный момент вы находитесь сейчас в выборе поэтому сказать какой выбор вам сделать да что будет лучше там а или б здесь не про это а здесь скорее всего вам нужно обратить внимание на на разные аспекты того или иного выбора то есть здесь нужно будет все все рассчитать все продумать но при этом прислушаться к своей интуиции аркан справедливости у нас говорит как раз таки о том что мы не только принимаем решения но мы еще и прислушивать но то есть умом а мы еще прислушиваемся к своей интуиции здесь нужно соединить вот эти вот два аспекта для этого возможно нужно послушать нескольких людей мнения нескольких людей но принять самостоятельное решение либо допустим что-то хотим приобрести не пойти только например там в один магазин да либо к одному заводчику а походить к нескольким до посмотреть поспрашивать поинтересоваться то есть здесь недостаточно здесь больше двух мне показывать здесь здесь надо рассмотреть подробно как-то ситуацию нету здесь только знаете вот в пользу за либо в пользу против здесь очень много разных составляющих влияет на принятие какого-то решения ну сложно вам принять решение вы как будто бы не вы знаете вот уйдет разногласия одно вам говорит голова другое говорит эмоции переживания волнения для чего вам вот вот этот вот этап дан выбора то есть почему вы стали сейчас потому что надо двигаться дальше а у вас как будто бы не получается потому что вы не знаете куда двигаться дальше не можете никак обнулиться почему потому что переживаете переживаете очень сильно знаете это когда жалко оставить прошлое а может быть даже и не получается потому что есть поэтому по прошлому еще какие-то надежды не получается идти в новое не получается идти вы никак не можете решиться не можете отрезать это прошлое вот у меня карта знаете одна такая одна такая то есть одна говорит иди в будущее дальше двигайся другая карта говорит нет я не могу я нахожусь в безвыходном положении дальше опять там шестерка мечей там оставь все позади двигайся там восьмерка мечей нет не могу я не знаю я нахожусь в дубке рыцарь мечей поставь цель двигайся вперед достигай время пришло семерка выпадает мечей я не знаю мне мне легче как-то идти протоптанным путем я я не готов идти по-новому даже в это новое я иду со своими старыми какими-то убеждениями привычками мыслями здесь вот это вот вот в этом вся загвоздка что нужно оставить свое мышление так как мы мыслили раньше позади и идти в новое вот такой такая у меня была третья позиция маленькие раскладки я сделала сегодня не буду никак комментировать ничего хочу пожелать вам всего самого наилучшего всем пока пока